На одной из работ творческого конкурса изображен портрет Василия Негонова, главного конструктора первого в мире атомного ледокола «Ленин». Автор рисунка десятиклассницы из третьего лицея Надежда Чекалдина увлекается изобразительным искусством и историей. Работу на фестиваль Art Atom City художница выполнила в графике. Картину с изображением атомохода и его создателя жюри фестиваля оценила высшими баллами. Так как я увлекаюсь историей, мне было вдвойне интересно участвовать в этом конкурсе, потому что, готовясь к нему, я читала статьи о атомных ледоколах, о создателях и узнала очень много интересного для себя. В фестивале изобразительного творчества приняли участие 92 человека. Как отмечают организаторы, особую активность проявили самые юные художники – воспитанники детских садов. Для учеников художественной школы определили специальную номинацию. Все ребята, безусловно, талантливые, все замечательно рисуют. Отбирали по нескольким критериям. Это первая сделанность работы, сюжет, чтобы соответствовать заданной теме. Ну и сложность, наверное, исполнения, потому что это тоже имеет значение. Фестиваль изобразительного творчества Art Atom City проходит в рамках проекта «Школа Росатома». В нем принимают участие начинающие художники из городов в присутствии госкорпорации. Фестиваль посвятили 60-летию со дня спуска на воду первого атомного ледокола «Ленин». Привлечь детей к изучению истории, чтобы они узнали, что такое атомный флот, какие бывают те же ледоколы, почитали какие-то книги, либо им что-то рассказали. Раскрыть свои творческие способности, показать свое имение в рисовании – это очень важно. Призеры и победители фестиваля получили фирменные кепки с логотипом «Росатома» и подарки от спонсоров. Лучшие работы отправятся в Заречный на следующий этап конкурса. Дарья Цыпорыгина, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров, 24.